здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки очередная выполнялка 96 скоро будет юбилей но это будет скоро пока мы с вами порассуждаем как найти кпд плитки на которой нагревает кострюлю с водой коэффициент полезного действия прежде чем я буду решать задачку не хотелось бы рассказать что такое коэффициент полезного действия а вот значит есть разные сказать варианты объяснения я расскажу самое простое на мой взгляд опять таки вот мы хотим сделать что-то да вот я хочу что-то сделать решить задачку например вот это сказать моя задача вот решить задачу моя задача решить задачу ну а для этого как говорится нужны некоторые то сказать вещи но прежде всего мозги это раз ну а во вторых нужно время будем говорить так ну вообще время на все нужно ну давайте представим такую ситуацию стала решать задачу вот моя задача еще раз говорю решить задачу то что мне необходимо сделать вот и в то время когда решали задач мне начинает кто-то звонить тот начинает мешать что-то пошло не так вдруг не захотелось пойти в туалет вдруг не захотелось попить чайку или выпить чашечку кофе и так далее так далее так далее в общем что хочу сказать то есть то что я хотел бы сделать начинает растягиваться на какой-то большой промежуток может быть времени вот и я при этом совершаю ну совершенно ненужную работу но она есть я никуда от нее не денусь так вот то же самое и здесь вот если мы поставим плитку на плитку поставим кастрюлю в кастрюлю нальем воды и моя задача что сделать нагреть кастрюлю с водой вот это вот моя задача причем когда решается задача на нагревание как правило как правило ведется разговор про воду правильно его и в данной ситуации мы будем нагревать воду но вода той елки палки находится в кастрюле кастрюлю тоже нужно греть потому что кастрюля сделаны из какого-то боем так говорит материала поэтому эту кастрюлю нужно во-первых нагревать кроме всего прочего в данной ситуации вот будет нагреваться не только сама кастрюля вот а еще будет нагреваться воздух который всегда имеется вокруг кастрюли крыш кастрюли если мы закрыли будет нагреваться и так далее так далее то есть нам нужно нагреть воду нагреваем огромнейшее количество всяческих ненужных будем говорить так вещей но необходимым потому что жизнь наш так устроена никуда не денешься вот так вот так что такое кпд кпд в принципе это отношение того что нам необходимо сделать ко всему тому что мы в общем то и делаем ну а дать прочитаем задачку а вот и сразу же разберемся что такое кпд и так задачка на вот какая вот такая вот у нас задачка задачка у нас вот какая электрическая плита включена сеть напряжением 220 вольт сопротивление спирали 50 ом на плиту поставили кастрюлю с водой на чайную температуру которая на 20 градусов целься а объем 2 литра чему равен кпд и плитки если через 40 минут 400 грамм воды выкипела ну нифига себе плитка 40 минут до вот два литра воды нагревать фиговая плитка будем говорить так то есть кпд имеется ну наверное не такое большое будем говорить так но это нам предстоит узнать вот 40 минут два литра воды нагревать кстати про два литра воды я сразу же вспоминаю так 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 два литра воды помнится василий петрович учитель физики говорил нет у меня был не василий петрович у меня был тем максим учитель физики говорю запомните блин нафиг два литра воды это объем воды но двух литров воды есть масса равная 2 килограмм вот так вот так что я запомнил но все же здесь вода если у нас имеется литр воды значит литр воды имеет массу 1 килограмм 2 литра воды имеет массу 2 килограмм 5 литров воды имеет массу 5 килограмм и так далее и тому подобное вот ну что а теперь запишем условие потом сразу же сообразим что нам нужно искать ну вернее не что нужно знать знаешь нужно искать нужно искать кпд как найти кпд будет известно только после того как мы запишем условие задачи ну вот условия задачи записала кстати говоря посмотрел по справочникам все необходимые данные для того чтобы задачку успешно успешно решить чокнуться можно елки-палки данных то сколько ел моё но в этом ничего страшного не кстати говоря запомните дорогие мальчики и девочки если есть возможность собрать всяческую информацию вот и можно собирать вот вдруг пригодится может и не пригодится не знаю но в той задачке которая буду решать то есть в этой задачке да вот все данные нам будут нужны ну давайте проверимся потихонечку что каждая буквочка означает и так ю 220 вольт р 50 ом это сопротивление спиралю плитки нулевое в градусах цельсия начальная температура воды и смотрите что нужно было сделать в задачке задачки нужно было сделать сделать что нужно было сделать до вода начинает выкипать через 40 минут то есть ее нагрели прежде всего до температуры кипения температура кипения воды 100 градусов цельсия задачка идеальна на самом деле никогда зайти до температуры 100 градусов цельсия невозможно но в принципе да вот мы говорим о том что температура кипения воды 100 градусов цельсия значит через 40 минут через 40 минут стало известно что 0,4 килограмма воды выкипела а масса выкипевшей воды 400 грамм 0 4 килограмма а нагревается сначала 2 килограмма воды который возначил большой буквой м поскольку мы воду нагреваем значит нам нужно знать удельную теплоемкость воды 4200 жоль делим на килограмм градусов цельсия и удельную теплоту парообразования это тоже необходимо знать вот ну вот я записал вот или удельная теплота и испарение ну скорее всего удельная теплота парообразования вот такая вот штука эти вот все данные нам известны теперь что такое кпд обозначаем кпд греческой буквой это вот она пишется вот так вот вот эта буква называется это это буква это и что что нужно сделать что на что поделить мы воду нагреваем это наша задача как я говорил в самом начале нагреть что воду поэтому для этого потребуется количество теплоты которая необходима конкретно на нагревание воды а кто работает для того чтобы эту воду нагревать плитка работает значит плитка совершает работу значит я должен q поделить на а и обычно кпд выражается в процентах умножим на сто процентов здесь я изначально знаю что q будет меньше а то есть количество теплоты которая необходима нагревание воды будет меньше той работы которую плитка совершает поэтому решая задачу если вы вдруг получили что ку больше чем а значит что-то пошло не так нужно остановиться посмотреть что мы сделали и сказать неправильно ну вот все теперь смотрите вода находилась при температуре 20 градусов цельсия и что нужно сделать ее нужно нагреть поэтому q будет равняться c и на изменение температуры но понятно изменение температуры будет равняться 80 градусов цельсия так вот нагрели и а что дальше продолжаем нагревать она блин не нагревается температура все время 100 градусов цельсия остается значит на что-то тепло которое получает вода начинает расходоваться вот она расходуется на что на парообразование пар начинает из воды так сказать выходить вот и наша задачка будет решаться до того момента пока 400 грамм воды не выкипит то есть не превратится в пар поэтому нам нужно еще найти количество теплоты и которая пойдет на превращение какого-то количества воды в пар то есть вот здесь вот я сделал маленькую ошибочку ну что у нас c м большое 2 килограмма воды а сейчас я должен что сделать 400 грамм испарить то есть л м маленькая м маленькая 400 грамм воды поэтому общее количество теплоты будет равняться сумме q1 плюс q2 ну вот все что нужно делать подсчитывать итак q1 будет равняться 4200 умножаем на 2 килограмм чека и умножаем на 80 берем кулькулятор и считаем ну вот я подсчитал получил 672 тысячи джоулей 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 получил вот так вот смотрите я здесь не пишут и сказать данные вот ну я думаю что будет понятно почему получается джоулей теперь давайте посчитаем что такое q2 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 это у нас 2 миллиона 260 тысяч джоулей на килограмм умножаем на 0,4 килограмма ну понятно килограмм килограмм сократится джоули останутся а вот так сколько получается получается у нас 904 тысячи джоулей ну тогда общее количество теплоты это q1 плюс q2 то есть вот это вот нужно просто-напросто взять и сложить получили 1 миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч джоулей отлично ну а теперь что с количеством теплоты закончили плитка работает работает нагревает и так работа электрического тока вот здесь утратить спортивного интереса напишу три формулы формулы а юти а ют и в квадрате арты или у квадрат деленное на ар а то умножить на ты вот все вот эта работа электрического тока смотрим что нам известно у ар есть и время есть и все поэтому работа электрического тока будет равняться у квадрат деленное на ар умножить на ты подставляем численные значения 220 в квадрате но тут и 40 минут секунды надо превращать в одной минуте 60 секунд вот 60 у нас появилась ну и тут нужно поделить на 50 вот все таким образом мы найдем работу и электрического тока мы берем калькулятор считаем вернее я считаю а вы переписываете или просто ну да понятно сейчас посмотрим сколько получится миллион раз говорит ну возьмите калькулятор возьмите посчитать я чуть-чуть подожду ну вот я получил два миллиона триста двадцать три тысячи двести джоулей но теперь кбд нужно посчитать и так получил два числа и вдруг запамятовал пошло нужно сделать но вспомнил одно единственное маленькое число поделить на большое потому что кбд не бывает больше чем 100 процентов значит и еще маленькое число вот оно а это у нас большое число ну так оно и есть вот ведь у нас где формула то правильно поэтому один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч джоулей делим на два миллиона триста двадцать три тысячи двести джоулей и получаем и получаем но берем калькулятор и получаем а я подожду ну вот я получил ноль шестьсот семьдесят восемь а сколько это будет в процентов а в процентах то будет шестьдесят семь и восемь десятых процента вот так вот электрическая плитка в шестьдесят семь восемь десятых процентов ну как говорится шумеем ну вот все вот так вот решается это задачка дорогие мальчики и девочки но мне остается только напомнить что учите физику на канале или гор или гор поэтому если вы еще не записаны на мой канал на мой канал или гор пожалуйста запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну не забудьте поставить лайк тоже буду очень признателен и благодарен все все доброго до новых встреч а Субтитры подогнал «Симон»